Тебя всё ещё ищет полиция, следит за мной. В школе со мной никто не говорит, я же дочь гангстера. Что за бред? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами, как всегда, Кин и заметно-незаметно вышедшая Дорама во имя мести. Или моё имя, или твоё имя. А, нет, стоп, это из другой опера. Во имя мести. Жизнь 17-летней Юн Джиун не сахар. В школе её донимают одноклассники, а возле дома постоянно караулит полиция. Джиу, есть новость от твоего папы? И всё из-за того, что отец Юн один из самых разыскиваемых преступников, который, к слову, не появлялся дома уже очень долго. Но на день рождения дочери он всё-таки приходит. Там же, на пороге, его на глазах дочери кто-то убивает. Само собой, Юн в шоке и ищет помощи, но полиция за отсутствие мулик умывает руки. Вы должны поймать его! Как мы его поймаем с этим снимком? Сами идите и ловите тогда! Помочь девочке берётся старый друг её отца, Чхве Муджин. И для начала он принимает её в свою преступную организацию, где она успевает себя проявить. После чего он отправляет её под прикрытием в ряды полиции, так как думает, что убийца её отца работает там. Ну а так это или нет? И что узнает Юна о прошлом папы, вы узнаете в сериале Во имя мести. Итак, азиатский кино, сериал-отограф. Вообще есть такое слово? Продолжает штурмовать Нетфликс. И сегодня мы перейдём от игр на выживание к чистому криминалу. Улинын шице амадо маре бомзе. Который я, признаюсь, не очень-то и люблю, если он не приправлен какой-нибудь изюминкой. Как, например, тот же Декстер или Блудный сын. А поэтому, тут и там натыкаясь на во имя мести, я упорно не горел желанием его смотреть, думая, что это просто криминал. Но буквально на днях смотреть было абсолютно нечего. И в очередной раз наткнувшись на этот сериал, я всё же решил его глянуть. И каково же было моё удивление, когда это оказался просто обычный детективный криминал. Как я и думал изначально. И я уже не раз упоминал, что последнее время на Нетфликс выходит всё больше азиатских проектов, подогнанных под массового зрителя. То есть я имею в виду, поменяю в них сеттинг с азиатского на американский, и по сути ничего не изменится. Тут же Ситуёвина ещё интересней. Данный сериал можно было бы с лёгкостью снять в российских реалиях. Также абсолютно ничего не потеряв. Тут вам и бандиты, и менты, и идея старая как мир. Свой среди чужих. Блин, мне почему-то кажется, что в России уже есть подобный сериал. И скорее всего даже не один. Я точно не уверен, но если знаете, напишите в комментариях. Скажу даже больше. Если за свою жизнь вы посмотрели где-то 10 детективно-криминальных фильмов или сериалов, то с первых серий вы поймёте, кто тёмная лошадка сериала. И кто за всем стоит. По крайней мере, я ещё на второй серии сделал предположение и угадал. В общем, как я и сказал, во имя мести самый обычный детективно-криминальный сериал. Без каких-то изюминок. Забавно, что по выходу он спустя какое-то время потеснил на Netflix игру в кальмара. Но потом его быстренько потеснил третий сезон сериала «Ты». Мне лично кажется, что люди на волне кальмарского хайпа решили глянуть новый корейский проект, но поняли, что не то пальто. И забили на него. Но знаете, лично я скажу так. Обычный сериал не значит плохой. Во имя мести не изобретает велосипед. И не старается сделать что-то нестандартное. Но при этом, делая стандарт, он делает его хорошо. Сюжет, хоть и не нов, но за ним интересно следить. И даже я, не особо фанат жанра, за один день посмотрел все восемь серий. Персонажи довольно живые и интересные. Музыка шикарная. А боёвка очень даже красивая. Конечно, есть некоторые условности жанра. И, конечно же, есть клише. Но я старался не обращать на них внимания. Интересно то, что хоть по сути сериалы про сильную независимую главную героиню, но за время просмотра всех восьми серий я даже об этом как-то и не задумывался. А всё потому, что сериал не тычет в это пальцем. А просто двигает сюжет, не отвлекаясь на подобные вещи. А вот к минусам я бы отнёс такой момент, как затянутость. Да, я понимаю, всего восемь серий по 45-50 минут. Но, как по мне, можно было убрать некоторые моменты и сократить сериал до 4-5 более динамичных часовых или полуторачасовых эпизода. Ну а в целом, как таковых жёстких минусов, но в то же время и явных плюсов, я выделить не могу. На этом предлагаю подвести итог. Если вы фанат или любитель детективно-криминального направления, то этот сериал, я уверен, процентов на 90 вам точно понравится. Да, новых идей он не предлагает, но отлично держится в заданном формате. Если же вы также любитель этого жанра, но ищете какую-то завораживающую новую историю с новыми идеями и подачей, то можете пропустить во имя мести. Ну или смотрите, если уж совсем нечего посмотреть. И обобщая всё сказанное выше, можно сказать так. Этот сериал вас не удивит, но скрасит один или два вечера. Кстати, я тут недавно для себя устраивал корейский марафон. И я не стал по этому поводу делать видео, потому что мой прошлый марафон особо никто не посмотрел. И благодаря этому корейскому марафону я кое-что могу вам посоветовать. Например, если вы ищете что-то новое в детективно-криминальном жанре, то я могу вам посоветовать подставной город. Фильм об обычном парне-геймере, живущем свою спокойную жизнь, когда однажды утром к нему вламывается полиция и обвиняет его в изнасиловании и убийстве девочки. Ну а самое странное, что дома у него есть все улики, доказывающие, что он убийца. Хотя это не так. После чего за несовершённое им преступление его сажают в тюрьму. Ну а что было дальше, вы узнаете в фильме «Подставной город». Если же вы хотите чего-то более весёлого и нестандартного, тогда я могу вам посоветовать экстремальную работу. Признаюсь честно, я давно так не смеялся. Фильм про отряд полицейских, купивших маленькую закрытую кафешку для прикрытия, чтобы следить за бандитами по соседству. Но полицейские не подозревали, что их кафешка окажется настолько популярна. Ну а что из всей этой ситуации получится, вы узнаете в фильме «Экстремальная работа». Ну а вот пока что и всё, что я могу посоветовать на тему правопорядка. Ну а вы напишите в комментариях, смотрели ли вы что-то из этого и будете ли смотреть сериал. Во имя Мести Ну а на этом у нас всё, и всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а в описании я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о Дараме и ссылки на мой инстаграм, в котором я иногда делюсь только что просмотренным. И ссылку на группу ВК, в которой мы периодически выкладываем новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok